Добрый вечер, в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Бенышева. Необъявленная война. В ДТП гибнет больше украинцев, чем на фронте. Кто в ответе за дорожный геноцид? Индекс Оливье. Во сколько обойдется новогодний стол и на чем придется экономить? Участок с постояльцами. В Запорожье ветеранам АТО выделили землю на кладбище. Чей креатив? Двойное ДТП во Львове. Сначала столкнулись две легковушки, а потом на фельдшера, который оказывал первую помощь пострадавшим в аварии, налетел Мерседес. Все детали узнаем от Галины Якушко. Авария произошла вчера поздно вечером на проспекте Красной Калины. Это спальный район города. На улице с односторонним движением столкнулись две легковушки. За рулем одной из них была женщина. По предварительной версии она не справилась с управлением и врезалась в машину, которая ехала впереди. Женщина получила травму. На место вызвали скорую. Фельдшер, приехавший на вызов, оказывал пострадавшей помощь. В этот момент на него налетел Мерседес. Дальше иномарку отбросила на скорую. Известно, что за рулем был 19-летний парень. У врача перелом Галина Стопа. Его и пострадавшую женщину доставили в больницу. Почему произошла авария? В полиции пока не говорят. Открыто криминальное проведение. За фактами этих транспортных пригод. За частью первой статьи 286 Криминального кодекса Украины. Это порушение правил безопасности дорогого движения. Призначено ряд экспертиз. Встановляются все обстоятельства и события. Страшная авария произошла на днях и в Киевской области. В люте же три женщины переходили дорогу по пешеходному переходу. Машина, которая ехала на большой скорости, сбила всех троих и не останавливаясь, помчалась дальше в направлении Киева. Женщин после удара отбросила на «Жигули», который двигался навстречу. Одна погибла на месте. Еще одна умерла в машине скорой помощи. Одну пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу. У водителя «Жигулей» после ДТП случился сердечный приступ. Свидетели аварии уверяют, что виновник водитель внедорожника серого цвета, возможно, «Митсубис» или «Хонда». Номеров они не запомнили. В то время в областной полиции заявили, что женщин сбил не внедорожник, а именно водитель «Жигулей». Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал «Интер». Статистика ДТП в Украине буквально шокирует. Дороги мирных городов стали практически фронтовыми. На них гибнут и становятся инвалидами не от вражеских пуль, а под колесами пьяных водителей и лихачей. По данным МВД, в этом году на трассах, вдумайтесь, 117 тысяч аварий. Почти 25 тысяч человек получили травмы. 2,5 тысячи погибли, а за два года эта цифра 5,5 тысяч. Такую информацию не так давно обнародовал министр внутренних дел. Остается надеяться, что новшество Кабмина ограничить скорость до 50 км в час в городах изменит ситуацию. Но достаточно ли этого? И пока вопрос, как будут контролировать любителей скорости и как их станут наказывать. Или все снова закончится взятками. А пока те, кто должен следить за порядком, следят за своим кошельком. Земельные участки, пятиэтажные особняки, элитные машины. И все это за 10 тысяч гривен, заработанных за последние 5 лет. Журналисты программы «Наши гроши» рассказали об имуществе тещи главного завхоза нацполиции Ивана Наумова. Подробнее о пенсионерских активах в нашем материале. Люксовые Мазератти, участки под Киевом и на берегу Черного моря, пятиэтажный недострой стоимостью в полмиллиона. Все это принадлежит Татьяне Зачиняевой, тещи простого полицейского завхоза Ивана Наумова. По данным журналистов программы «Наши гроши», в этом году почти за 100 тысяч долларов она купила 39 соток земли у Киевского водохранилища и уже строит здесь дом. Еще 36 соток неподалеку приобрела по такой же цене. А в Николаевской области у тещи завхоза еще два участка с видом на море. В феврале в гараже Зачиняевой появился Мазератти Леванте. У официального дилера такое авто стоит порядка 3 миллионов гривен. Но журналисты раскопали, что машину уже выставили на продажу, практически по дешевке, за 90 тысяч долларов. При этом официальный доход пенсионерки за последние пять лет 10,5 тысяч гривен. Ее зять Иван Наумов до середины 2000-х работал в правоохранительных органах Донецка, потом в Киеве, а в 2012-м переехал в Винницу, затем снова вернулся в столицу. Начальник департамента управления имуществом нацполиции зарабатывает немного. Еще три года назад он получал по 12 тысяч в месяц, а в прошлом аж по 38. Его жена последние три года не работает, но на Volkswagen Touareg за полтора миллиона деньги где-то нашлись. Напомню, такими же автомобилями владеет еще один простой полицейский, замначальника главного следственного управления Дмитрий Бут. Он, как и его коллега, тоже живет на одну зарплату – 200 тысяч в год. Тем не менее, у членов его семьи денег на шикарную жизнь хватает. Две квартиры и три паркоместа у жены, дом в элитном поселке Горениче у отца и отельный комплекс на Бердянской косе у матери. Дети Бута учатся в элитных столичных школах, а старшая дочь получает образование в Великобритании. Отдыхает Бут тоже не в родных краях – Анталия, Цюрих, Милан, Дубай, Венеция и Рим. Только за перелеты чиновник заплатил от 300 до 900 тысяч гривен. И это далеко не полный список расходов семьи Бута. Происхождение его денег – не загадка и не секрет для многих, но их должны увидеть антикоррупционные органы. На прошлой неделе полицейского чиновника вызывали в НАПК на допрос по поводу шикарного подарка. Внимание, собачки – за 160 тысяч гривен. Но и это Бут проигнорировал. После серии наших материалов в НАПК решили все-таки провести полную проверку декларации Дмитрия Бута, но пока ее результаты неизвестны. Народные депутаты накануне были возмущены тем, что дело о незаконном обогащении следователя передали фискалам. Они настаивают, что подобные расследования должны вести детективы НАБУ. Еще на одного богатого полицейского могло стать больше, но вмешалось ГПУ. Директора строительной компании сегодня задержали при попытке дать взятку в 10 тысяч долларов начальнику следственного управления нацполиции в Киевской области. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Бизнесмен, видимо, хотел не только подкупить, но и поделиться нежными чувствами. Деньги были упакованы в коробку из-под конфет. Для украинцев сладости уже почти роскошь, и не только сладости по росту цен на продукты. Наша страна лидирует в Европе. В госстате говорят, что объем продаж сильно упал, и в традиционное новогоднее оливье скоро будут класть только картошку и соленые огурцы. Остальные ингредиенты французского салата, похоже, могут стоить больше, чем в самой Франции. Все подсчитала Ирина Баглай. Белорус, славяночка и синеглазочка. Это картошечка, самая молоденькая, выращена дома. Любовь Николаевна от души рекламирует выращенное на своем огороде, без добавок и нитратов. На оливье советуют брать картошку покрепче. На оливье, я как рассчитываю? Славяночка. Любую можете брать картошечку, но когда варите, киньте жменьку соли. Цена на овощи у нее, говорит, остается неизменной уже несколько месяцев. По 10 гривен. Морковка, это карателечка, по 15. И лук? 20. По данным Госстата, действительно, из набора продуктов на оливье самым стабильным в цене остается картофель. И это понятно. На огороде его выращивает почти каждая украинская семья. А вот остальные овощи не дорожают благодаря погоде, объясняет эксперт. Погода благоприятствует тому, чтобы цена на овощи не росла. Будут морозы, сразу же цена пойдет вверх. Потому что сразу же пойдут затраты на коммунальные услуги, и они будут действительно просто космическими. Потому что сейчас снова в очередной раз повысили цену на газ, снова повышают цены на отопление. И мы сразу же увидим прибавку 30-50 копеек на килограмм буквально за первые 10 дней морозов. Сравнив прошлогодние цены и сегодняшние, по данным Госстата, Алексей Дорошенко подсчитал. За месяц до появления на традиционном новогоднем столе оливье стал дороже на треть. Самый дорогой ингредиент – докторская колбаса. Разница с прошлым годом – 15 гривен. Дорого все. Особенно колбаса дорога вышла. Докторская, где-то больше сотни. С курицем и тем самым пиле. А вот эксперты фиксируют за год – мясо стало самым дорогим продуктом в потребительской корзине. Теперь и не каждый его себе позволит. Мясная корзинка является лидером подорожания в этом году. И, соответственно, все, что вы готовите с использованием мяса, оно подорожало больше, чем все остальное. В мясных отделах цена стабилизировалась, уверяют продавцы. Можно за 100-120 гривен выбрать шикарный кусочек, и он будет не обязательно вам брать самое-самое крутое. А вот в канун новогодних праздников продавцы готовятся поднять цену процентов на 20. Объясняют – дорожают все составляющие. Газ дорожчий. Вот уже газ. Даже тот, что у вас в доме, а тот, что мы с маленьким поросли. Уже бензин видели? 31 рубль. Второе место по уровню подорожания заняли соленые огурцы и яйца. Чем их в оливье больше, тем вкуснее. Есть иногда десяток где-то туда, чем побольше. Хотя цена и кусается, признает Валентина. На сколько подорожилось? На 5 гривен. Было 35 гривен, зараз 40 гривен за десяток. Их впрок не купишь, и покупателю нужно быть готовым, что цена вырастет еще на несколько гривен, предупреждают на рынке. Причина – дорогое отопление. Можно было бы и сэкономить, заменить или отказаться от каких-либо ингредиентов оливье. Но как еще упростить и так скромный салат, когда-то состоявший из деликатесов? Он состоит из куропаток, там он состоит из дичи. Мы, к сожалению, из дичи оставили только вареную колбасу. Удешевать его просто уже дальше некуда. Извините, но это самые дешевые овощи уже. К сожалению, даже они сейчас нередко будут некоторым семьями не по карману. Ирина Баглай, Сергей Килимник. Подробности, телеканал Интер. Из-за роста цен украинцы уже стали меньше есть. Об этом заявил на Ордеп оппозиционного блока Николай Скорик. По его данным, процент инфляции в Украине – один из худших в мире после Венесуэлы и Южного Судана. В прошлом месяце из 23 наименований в продуктовой корзине подорожали 13. Помочь в этой ситуации может только повышение соцстандартов. В ОПА-блоке считают, что прожиточный минимум должен составлять 3200 гривен. Минимальная пенсия – 3500, а минимальная зарплата – 5000. Депутаты от этой политсилы уже внесли соответствующее предложение в бюджет на 2018 год. Пока же заложенный в смете на следующий год прожиточный минимум втрое ниже фактического. Парламентский комитет соцполитики предлагает внести изменения в проект бюджета и повысить социальные нормы. А первый зам главы этого комитета, лидер соцпартии Сергей Каплин, напомнил, что повышать соцстандарты – это обязанность Украины перед международными партнерами. Минимальная пенсия должна быть 5000 гривен, минимальная зарплата должна быть 10 тысяч гривен. Малому и среднему бизнесу должны быть наданы обещанные податковые каникулы. Украина ратифицировала низку угод, международных угод, в частности, международной организации працев, которые требуют от Украины сегодня существенно переглянуть уровень прожиткового минимума, минимальной зарплаты и минимальной пенсии. НАБУ заинтересовалась начальницей государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Подозревают, что ее данные в декларациях за 15-16 годы неправдивы. Неясно, откуда она взяла, будучи госслужащей, почти 10 миллионов гривен. Лидер СПУ Сергей Каплин также сообщал правоохранителям, что муж чиновницы подозревается в краже нефтепродуктов и не без оснований полагает, что супруги оформили фиктивный развод, чтобы Гаврилова не декларировала дорогие покупки мужа. Гарантированно тихие соседи. В Запорожье ветеранам АТО выделили землю на кладбище. Кто выбирал участки, что теперь с ними будут делать новые владельцы, пытался выяснить Сергей Бордежа. В Ольнянский район пару минут езды от Запорожья. Люди ждали, чтобы им выделили эту землю два года. Но когда геодезисты показали им участки, оторопели. Он вот так вот останавливается здесь. Я говорю, где? Он говорит, вот ваше начало участка. Я туда, говорит, не пойду, я вам рукой покажу. И он указывает на центр могилы. Сергей Прач ушел на Донбасс во время первой волны мобилизации. Был командиром танка. Вернувшись, решил воспользоваться правом на землю. Говорит, долгожданные два гектара еле выбили. Хотели обрабатывать землю вместе с младшим братом, тоже ветераном. Он получил участок рядом. Но теперь оба в растерянности. У меня был шок, честно говоря, сразу. Я говорю, что, уже земля вместе с постояльцами? Куда? Что теперь с ней делать? На участке с десяток свежих могил еще столько же вырытых ям. За объяснением собственники земли идут в сельсовет. Там от вопроса сразу открещиваются. Вы же понимаете, я землю вам не выделял. Если бы я выделял бы землю, она была бы у вас, как положено, не на кладбище. Но я же вам ее не выделял. Глава сельсовета уверяет, виноват во всем госгеокадастер. Глава сельсовета футболит ветеранов госгеокадастер. Но там о могилах на участках ни сном, ни духом. И кивают на сельсовет. Кто из чиновников подсунул ветеранам АТО участки на кладбище, теперь, скорее всего, будет разбираться суд. Стороны конфликта уже пообещали подать жалобы друг на друга в прокуратуру. Тем временем, собственников скандальных участков заверили, попробуют подыскать для них другую землю. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, подробности, телеканал Интер, Запорожская область. Украина на девятом месте в мире по количеству беженцев. Как заявили сегодня в ООН, в нашей стране миллион шестьсот тысяч внутренне перемещенных лиц. При этом в Украине нет единой стратегии работы с беженцами. Новое решение проблемы с выплатами для переселенцев предложил советник вице-премьер-министра Украины Руслан Калинин в интервью одному из изданий. Он выступил за отмену соцвыплат трудоспособному населению, оставив их только наиболее нуждающимся. С такой позицией не согласна в Вашингтоне. Посол США в Украине Мария Иванович призвала власти восстановить социальные выплаты для переселенцев и жителей Донбасса. А также убрать бюрократические препятствия и приложить усилия для предоставления переселенцам жилья. Правительство должно оптимизировать процесс выдачи пенсии и восстановить выплаты, на которые украинцы имеют право. Включая и временно перемещенных лиц, которые действительно перемещены, и людей, которые живут на неподконтрольной правительству территории. Это средства, которые люди заработали за десятки лет своего труда. Конфликт на Донбассе в ближайшее время не будет урегулирован. Таким мнением поделился специальный представитель госдепа США по вопросам Украины в интервью изданию «Политика». Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает миротворческую миссию на Донбассе, но без участия россиян. Свою последнюю встречу на эту тему с помощником российского президента Владиславом Сурковым он назвал шагом назад. Следующие четвертые переговоры запланированы на декабрь. Украина ждет поддержки Евросоюза в вопросе освобождения заложников. Об этом заявила зампредседателя Верховной Рады Ирина Герасенко, которая принимает участие в заседании Межпарламентского совета Украины НАТО в Брюсселе. По ее словам, количество заложников на оккупированных территориях растет. На сегодняшний день это 162 человека, из них 10 женщин. Удерживают также 6 подростков. Все чаще в плен попадают не только военные, но и гражданские лица. А в Европе разгорается внутренний конфликт. В Брюсселе обеспокоены судьбой оппозиционных польских евродепутатов. Но в Варшаве, говорят, все под контролем. На днях, во время демонстрации националистов в Катавице, фотографии парламентариев повесили на импровизированных виселицах. Что послужило поводом, разбиралась Елена Абрамович. Виселица с фотографиями всех, кто жал на кнопку «За». Польские националисты организовали акцию, чтобы показать лица представителей своей страны, которые поддержали резолюцию Европарламента о введении санкций против Польши. Президент Европарламента отреагировал в Твиттере. Сказал, напишет польскому премьеру письмо. Беата Шидла сразу ответила. Если глава Европарламента напишет письмо, то получит мой ответ, что все евродепутаты в Польше в безопасности. Я обращусь к нему также с просьбой, чтобы обратил внимание на тех депутатов, которые во время дебата в Европарламенте шельмуют Польшу. Шидла, правда, добавила, что такие акции необходимо осуждать. В то же время сама премьер не упускает возможность указать на виновных в нелюбви Брюсселя к Варшаве. Недавно она заявила, что президент Совета ЕС, поляк Дональд Туск, нападает на Польшу, когда критикуют польские власти. Наказать Варшаву Евросоюз решил из-за судебной реформы, которая, как тут считают, стала угрозой европейским ценностям. Если парламентскую резолюцию поддержит и Совет ЕС, Варшава может потерять право голосовать в Евросоюзе. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Громкое покушение в Германии. В городе Альтена мужчина с ножом напал на мэра из-за его миграционной политики. Все подробности этого инцидента знает Татьяна Лагунова. О нападении мэр города Альтена лично рассказал журналистам на пресс-конференцию. Андреас Хольштейн пришел с большим пластырем на шее и первым делом заявил. Ему очень повезло. Я боялся за свою жизнь и уверен, что если бы не подоспела помощь, меня бы сейчас здесь не было. Инцидент произошел накануне вечером возле киоска, где продают турецкие дёнеры. Там на мэра неожиданно напал один из посетителей. Он меня некоторое время рассматривал, а потом спросил, мэр ли я. И вдруг, не говоря ни слова, достал нож, приставил горло и сказал, я умираю от жажды, а вы привозите в город 200 беженцев. Я попытался его оттолкнуть, получилось не совсем удачно. Отсюда и порез на шее. На помощь мэру бросились хозяева киоска. Все вместе они скрутили нападавшего и вызвали полицию. Я начал кричать, звать отца, который был на кухне. Он тоже выбежал. Первым делом мы попытались выхватить у нападавшего нож. Это было непросто. Мужчина оказался очень сильным. Сейчас нападавшего допрашивают. Несмотря на то, что во время атаки он был хорошо, на веселе, основная версия следствия – политический мотив. Мэр известен своей либеральной миграционной политикой. Город добровольно принимает больше беженцев, чем предписывают квоты. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Украина готова развивать транспорт и инфраструктуру совместно с Грузией. Об этом на международном логистическом форуме заявил премьер-министр Владимир Гроссман. По его мнению, такое сотрудничество будет полезным для экономик обеих стран. Нам нужно сделать все для того, чтобы инфраструктура наших стран, регуляции были максимально синхронизированы для того, чтобы обеспечить высокое качество, оптимальные сроки, высокий уровень безопасности для перемещения товаров. Наше государство есть и в будущем будет оставаться абсолютно надежным партнером для того, чтобы качественно выполнять свой участок необходимых задач. Беглого млада олигарха времен Януковича Сергея Курченко вскоре могут объявить в международный розыск. Сейчас он числится в государственном. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Правоохранители уже внесли ходатайство в генеральный секретариат Интерпола. Напомню, Сергея Курченко подозревают в создании преступной группировки и отмывании денег. Ущерб госбюджету от его деятельности оценивают более чем в 2 миллиарда гривен. И о Рабиновиче. Не анекдоты, реальные факты. Вполне реальные судебные разбирательства. О двух паспортах, об израильской пенсии и журналисте Курчике. Смотрите подробнее. Шутки закончились. Успеть бы на пенсию. Нардепу Вадиму Рабиновичу светят тщательные проверки и судебные разбирательства. Несколько неосторожных слов в эфире, и нардеп нарвался на иск. Претензии предъявляет один из журналистов. Это, что касается позивной заявки народного депутата Вадима Рабиновича. Просто он в одном из прямых эфиров сказал, что я, как будто, причетный до, так называемого, в лапках, яичного замаха на него. Что я, в общем-то, практически организатором этого замаха. И подчас этого в прямом эфире была продемонстрована моя фотография. Меня это обурило. И я попробовал адекватно сконтактировать с ним и попробовать объяснить, чем проблема и для чего он это сделал. Но народный депутат уникает со мной встречи. После таких обвинений Крутчак решил обратиться в суд. А заодно и в НПК, чтобы докопаться до дна в бездонной декларации Рабиновича. И проверить каждую цифру. Крутчак заявляет, сдаваться не намерен. Буду вымогать извинения через суд. Это далеко не конец моих журналистских расследований относительно Вадима Рабиновича. Высосанными страшилками Рабинович увлекается еще с советских времен. То хлопушки под бампером кто-то подкинет, то клерка странные забьют. Почерк не меняется. Последние громкие заявления о поджоге его дома и нападении на помощников нардепа оказались липой. Кроме того, журналист Крутчак выяснил, имя нардепа уже не Вадим, а Давид по паспорту. Израильскому, поскольку является гражданином этого государства. Сидит, что называется, на двух стульях. Вернее, на двух странах. Кстати, всего полгода назад за подобное совместительство лишили украинского гражданства депутата Артеменко. У него оказался запасной канадский паспорт. А Рабинович пока сидит. На проплаченных эфирах. А продержаться нардепу надо всего два года. Он может спокойно продать свою партию за життя с печатями и получить материальную помощь в Израиле. Приличную пенсию и солидную соцнадбавку. Сумма набегает немалая. 150 тысяч долларов единовременно и 1600 долларов ежемесячно. Почему все это видят журналисты, а не видят те, кому прямо положено? Мы узнаем и сообщим вам. Юлия Жешко. Подробности. Телеканал Интер. В столице задержали квартирных аферистов. Преступники незаконно получали доступ к госреестру, выводили квартиры из-под арестов, а затем перепродавали. Уже доказано 35 фактов подобных сделок. Главарь этой банды 38-летний Киевлянин буквально этим летом привлекался к ответственности за аферы. С недвижимостью суд выпустил его под залог и, уплатив более миллиона гривен в госказну, аферист оказался на свободе и принялся за старое. Коммунальный цирк. Это не метафора. Киевсовет принял на баланс города сразу несколько государственных объектов. Это дворец спорта, национальный цирк Украины и здание в ботсаду имени Гришко. В коммунальной собственности теперь также гостиный двор и дом киевского авиаконструктора Игоря Сикорского. В гостином дворе планируют обустроить музей истории Киева, а в доме Сикорского музей-усадьбу. А в Днепре уже почти год внимания активистов, депутатов, местных жителей приковано к ремонту центрального моста, вокруг которого скандал за скандалом. Почему работы затянулись на никому неведомый срок и куда уходят деньги, выясняла Елена Миндалёк. Центральный мост Днепра аварийным признали в прошлом году. С момента его строительства, а это более чем за 50 лет, его ни разу не ремонтировали. Эксперты заявляют, балки могут в любой момент просто сложиться по принципу домино. Одна балка тянет за собой другую, это падение балок, это многочисленная жертва людей. Мосты находятся в ужасающем состоянии. Делать их необходимо было еще 20 лет назад. Реконструкцию центрального моста подрядчики изначально оценили в 177 миллионов гривен. Чиновники предусмотрели эту сумму в городском бюджете. В марте работы начались. Подрядчик обещал, до декабря отремонтируют и балки, и покрытия. Но уже через несколько месяцев первый скандал. Люди заявили, ремонтников на мосту не наблюдают, а эксперты заговорили об отмывании денег. Если смотреть тендер на документацию, то есть там многих документов нету, либо они неоднозначны. В данном случае эта фирма никогда не ремонтировала мосты. Ремонт центрального моста шел медленнее, чем росла его стоимость. Подрядчик не выполнил даже половины запланированных работ, а уже была озвучена новая смета. Полный комплекс оценили в полмиллиарда гривен. Надо было ремонтировать 70 баллов, сейчас около 200. Это более 500 мест, надо ремонтировать опорных частей. Сроки сдачи объекта подходили к концу, а сдавать нечего. В начале ноября на стройплощадке появились срочники. Солдат привезли из воинской части Новомосковска. Подрядчик объяснил, мол, привлекли, чтобы ускорить работы. Вот только и участие военных не помогло закончить ремонт вовремя. Пришла зима, работы приостановили до весны. Вторая половина моста, со слов подрядчика и проектировщика, будет закончена к концу сентября следующего года. За свои услуги компания-подрядчик уже получила 53 миллиона гривен. Несмотря ни на что, чиновники не исключают, что на капремонт моста выделят дополнительное финансирование. Я думаю, что возможно, может на 10-15 процентов, может и будет увеличение. Но мы сейчас гадаем на кофейные вуще. Почему чиновники сменили гнев на милость? Ведь еще месяц назад собирались расторгать договор с недобросовестным подрядчиком. Вопрос открытый. Сегодня в мэрии рассматривают только возможность оштрафовать подрядчика за нарушение условия договора. Правда, сумма пока не называют. Елена Медрюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Парнетехника и крупные калибры. Боевики снова используют запрещенное минскими соглашениями оружие. С начала суток 12 обстрелов, самые интенсивные на Светлодарской дуге. Там наблюдателям ОБСЕ пришлось даже отменить визит в село, недавно освобожденное украинской армией. Все подробности знает Геннадий Вивденко. На линии обороны поселка Луганское. Боевики ночью били из запрещенных 120-мм минометов. Прилеты были. 120-е, наверное. Как обычно. Как каждую ночь. Весело. На этом направлении, по сообщениям штаба АТО, ожидают пехотных атак врага диверсионными группами. Мы их встретим с распростертыми объятиями, с хлебом и с солью. Пресекаем на корню. Даже красную дорожку постелим с ихней кровью. Встретим мы их хорошо, достойно. Активность противника наши солдаты объясняют недавним освобождением двух поселков. Гладосово и Травнево. Мы отбили свои села, населенные пункты. Они немного обиделись. Нам, конечно, глубоко на это все. То есть мы свое, свое забираем свое. Сюда утром украинские военные пытались завести гуманитарную помощь. Этот грузовик забит продуктами, однако наемники не дали помочь в полной мере. З ранку, после 7-го часа, враг обстрелял эти населенные пункты с 82-мм минометом, с оружием БМП. Из всего только что можно было и что заборонено мельскими договоренностями. И мы это физически не сможем сделать через то, что враг не прекращает огонь. Освобожденная Травневая без света. Ремонтники сегодня также не смогли начать свои восстановительные работы. Близко в двух недель в Травневом нет электропостачания. То есть электропостачание представителями так называемой ДНР и российско-окупационных войск было прекращено до того, как украинская влада зашла на эти территории. В Травневом 120 жителей, Гладосова 60. Есть три семьи с маленькими детьми. Кроме этого, инвалиды пожилого возраста. И пока временное затишье, бойцы ремонтируют свою технику. С БМП уже завершили работу, она уже готова к бою. Вот сейчас справляются с грузовиком, на котором зенитная установка. Прячем, отбиваем и все. Запоно замерзало и все. Наши бойцы в напряжении. Готовятся к любой провокации врага на Светлодарской дуге. У них подтягивается техника, что к чему-то они готовятся. Чтобы потом не было поздно, как с Иловайском и Дебальсом. Вот это я хотел бы, чтобы в Киеве там услышали. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Икс-файлы Пентагона. Американское военное ведомство сообщило, сколько солдат находится за рубежом. Дмитрий Анопченко изучил эту статистику. Мирная жизнь внутри страны, но за ее пределами. Соединенные Штаты уже который год, по сути, три войны ведут. В Афганистане, Ираке, а теперь еще и Сирия добавилась. Сколько военных Америка послала за рубеж? Пресса раньше только гадала, называя разные данные и путая читателей. Но теперь в Пентагоне сообщили точные цифры. Оказалось, за пределами страны почти четверть миллиона американских солдат и офицеров. А если быть совсем точным, 257 300 человек. Цифра даже для Америки большая. А самый многочисленный контингент в Афганистане. Афганскую кампанию начали еще при Буше-младшем, осенью 2001-го. Обама обещал вывести войска, но там до сих пор больше 15 тысяч американских военных. И еще 1200 сотрудников Минобороны без погоны званий. При этом военное присутствие в Афганистане Трамп только наращивает. При Обаме там было 8,5 тысяч человек. Летом этого года уже 11 тысяч. А сейчас цифра подросла до 15. В Ираке, где американцы уже 15 лет, с весны 2003-го, Пентагон насчитал почти 9 тысяч своих военных. А в Сирии, где Соединенные Штаты придерживались тактики помощи на расстоянии, чтобы солдат в боях не терять, сейчас насчитали порядка 1700 американских военных. Почти в 4 раза больше, чем сообщалось ранее. И эта статистика – прекрасная возможность понять и настроение в Белом доме, и планы самого Дональда Трампа. Во-первых, увеличивать американское военное присутствие в горячих точках. А во-вторых, сделать переброску войск максимально быстрой и эффективной. И если раньше для такого решения требовалось долгое обсуждение в Совбезе и отмашка президента, то теперь Трамп отдал полномочия министру обороны. Генерал Мэдис может самостоятельно определять численность контингента. А значит, статистика снова будет меняться, а цифры – расти. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Гей немного за 30, и она совсем скоро выйдет замуж за принца Гарри. В чем секрет Меган Маркл? Кто разработал дизайн кольца и что ждет гостей этой свадьбы? Наш британский корреспондент Светлана Чернецкая знает все подробности. Они встретились на свидании вслепую, и вот меньше чем полтора года спустя готовятся к свадьбе. Это первое совместное интервью принца Гарри и Меган Маркл. Он уверяет, сразу же понял, что Меган та единственная. Поэтому с предложением руки и сердца не затягивал. Это был уютный вечер дома. Мы запекали курицу на ужин, и тут такой сюрприз. Это было очень мило и естественно. Он встал на одно колено. Конечно. Я еле дала ему закончить и сказала, можно уже говорить «да». Теперь у Меган на руке красуется кольцо с тремя бриллиантами в золотой оправе. Его дизайн разработал сам принц. Два камня поменьше из коллекции матери Гарри, принцессы Дианы. А большой камень имеет особую ценность для влюбленных. Его привезли из Ботсваны, страны, где пара провела свой первый отпуск вместе. Всего через 3-4 недели после нашей первой встречи я убедил ее поехать со мной в Ботсвану. Мы жили в кемпинге под звездами, провели абсолютно фантастические 5 дней вместе. Мы были сами по себе, и это было очень важно для меня, иметь возможность узнать друг друга. Меган уже познакомилась со всеми ключевыми членами королевской семьи, включая Ее Величество. Много времени пара проводит с семьей старшего брата Гарри, принца Вильяма. Они живут по соседству в Кенсингтонском дворце. Мы с Уильямом необычайно взволнованы и рады новости о помолвке. Это действительно очень счастливое время для любой пары. Мы желаем им всего наилучшего и подольше наслаждаться этим счастливым моментом. После свадьбы Меган получит титул принцесса Уэльская. Но, как и Кейт, называться принцессой не сможет, поскольку не принадлежит королевскому роду. Во многом Меган будет идти по следам Кейт, начиная с организации свадьбы. Принц Уильям и Кейт создали прецедент. У них была очень большая публичная свадьба днем с помпой и церемониями, а потом частное празднование вечером. И очень возможно, что Гарри и Меган сделают так же. Конечно же, не обойдется без традиционного выхода молодоженов и всей большой монаршей семьи на балкон Букингемского дворца. Но жить здесь пара не будет. Дед принц Гарри и его супруга останутся в его холостяцком коттедже в Кенсингтонском дворце. А когда появятся дети, им предоставят помещение побольше. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Почему вулкан на острове Бали уже не пугает, а привлекает туристов? Как обеспечить дом электричеством при помощи кирпичей? И что снова пошло не так во время запуска российского спутника? Обо всем этом в нашем обзоре. Райская ловушка. Туристы, которые из-за активности вулкана Агунг застряли на Бали, не жалуются. Загорают на пляже, купаются и занимаются серфингом. Самые смелые едут прямиком к пороховой бочке, к кратеру, которая со дня на день может начать извергать огненную лаву. Улететь домой с райского острова не могут около 60 тысяч туристов. В Британии изобрели энергоэффективные кирпичи. Детище ученых из Экстрасского университета называется Solar Squad, что в переводе «Солнце в квадрате». Это прозрачные квадраты с оптическими элементами, которые ловят солнечный свет и преобразуют его в электроэнергию. Облицованная такими стеклоблоками стена способна обеспечить электроэнергией все здание. Российская ракета «Союз-2.1б» упала в Атлантический океан. Космический аппарат стартовал с космодрома «Восточный» и должен был вывести на орбиту 19 спутников. Изначально запуск сочли успешным, но в заданное время главный метеорологический сателлит «Метеор-М» так и не вышел на связь. По предварительным данным, причиной аварии стали технические неполадки. Особенная красота. Впервые в истории девушка с синдромом Дауна выиграла конкурс красоты в США. 22-летняя Микайла Холмгрен завоевала титул «Мисс Миннесота». Микайла ранее одержала победу в конкурсе красоты для девушек с особыми потребностями. По словам организаторов, Холмгрен, безусловно, достойна короны. Она обладает приятными внешними данными и, что самое главное, полностью уверена в своей красоте. Скелет мамонта возрастом 15 тысяч лет пустят с молотка во Франции. Археологическую реликвию оценили примерно в полмиллиона долларов. Скелет почти 6 метров в длину и 4 в высоту. Нашли кости в Сибири. Аукцион состоится 16 декабря. А пока на лот могут взглянуть все желающие в музее во французском Лионе. Белый дом к Рождеству готов. Мелания Трамп украсила президентскую резиденцию. Идею первой леди США воплощала команда дизайнеров, декораторов и кондитеров. Резиденция засияла тысячами огней. А ее главным украшением стала 6-метровая елка, установленная в голубой комнате. Оценить рождественское убранство Белого дома первыми смогли дети, получившие приглашение от госпожи Трамп. Вместе с ними хозяйка резиденции создавала елочные игрушки и рождественские венки. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова